Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И проект Футбольный Клуб продолжается. И вот, наконец, мы сыграли свою первую игру, которая закончилась для меня не очень удачно. Краевым переломом кленовидной кости правой стопы, если быть точнее. Но давайте обо всем по порядку. Вы очень быстро набрали нужные 80 тысяч лайков на предыдущем выпуске. И если кто не видел ролик, то гляньте, ссылку оставлю для вас в описании. Ну и я надеюсь, на этом видео мы заслужили сотни тысяч лайков. И если вы справитесь, то я постараюсь поскорее следующую серию для вас оформить. Тем более, мне сейчас, как никогда, нужна ваша поддержка. Итак, первый матч у нас состоялся. Команда нашего канала против ребят из телека. Телеканал Россия 24. По составу на воротах Женя, понятно, трое в саде Андрюха. Игра проходила 9 на 9. 8 в поле плюс в Ротаре. И вот состав нашей команды. Три защитника. Сипскана в центре. Гуркин и Финита по бокам. Полузащита слева направо. Фаворит. Герман, Олейник, Женя Тудроц. И в нападении Рома Рой. На воротах, естественно, Женька. И со скамейки начать этот матч должны были Кефир, Гудмакс и Ничай. Но начали только первые двое. Также на этот матч вызывались, но не смогли приехать некит из Тудроц. Он укатил в Италию Ставр. Он, как ни удивительно, тоже укатил в Италию. Форзер Зор. Он до последнего пытался найти возможность приехать. Но так как мы узнали о матче чуть ли не за сутки, он просто не смог найти нужные билеты ни на самолет, ни на поезд. В общем, будет на следующей игре. Он очень хотел, но, к сожалению, не получилось. И Гена Миллер не смог приехать тоже, так как ему оставили кошку, за которой то ли он должен следить, то ли она за ним. Я не понял точно. Ну, в общем, тоже на следующем матче должен быть. Но и так как ни Некита, ни Форза не было, Женьке из Тудроц пришлось начинать матч на фланге. Вечер начался очень плохо. И пока мы переодевались и выходили на поле, один из операторов Ничая, вот он, кстати, его зовут Антон, Решил поиграть в Ямакасе и, перелезая через вот такой вот маленький забор, лицом в асфальт полетел вниз и в итоге расхреначил себе половину лба. Ему вызвали скорую. Тейнер, где Нечай? Нечай свалил с оператором в больницу. Ты что, он заболел? Ну, кто? Нет, ну лоб разбил, ему швы накладывал. Нет, оператор. Так как чувак был у другого города и бросать его было нельзя, и Теме отдельный респект за это. Вечером этому оператору наложили аж 4 шва. Ну, а нас в итоге осталось всего 11, и надо было начинать матч. Да, давай за оператором Ничая, давай. Нечай, Нечай! Начали мы достаточно уверенно, со своими обязанностями на поле все справлялись, и особенно хотелось бы отметить нашу оборону. Ребята хорошо чувствовали игру и не давали практически ничего создать в первом тайме у наших ворот. И наоборот, даже раз за разом помогали обострять игру в атаке. От себя могу сказать, что играть в середине поля было достаточно сложно. Ты принимаешь мяч от защитников и вроде должен доставить его до нападающего, но соперники просто кучковались у своих ворот. И получалось, что почти весь первый тайм они сидели у своих ворот, играя чуть ли не на вынос. Периодически у нас, конечно же, получалось взломать их оборону, но в основном дело заканчивалось ударами издалека. Ну вот, в один из таких эпизодов фаворит бьет поворотом, попадает в защитника, мяч зависает в воздухе и... Гол вполне логический, он назревал. И еще более приятный факт, что через 5 минут после этого уже сам фаворит оказался на пятачке около ворот. Вообще, Дима выдал очень неплохой матч. Он и брал игру на себя, и не стеснялся идти в отбор на чужой половине. И, честно сказать, я думаю, что в играх 11 на 11 за ним нужно будет закрепить позицию на фланге, а вот ближе к атаке, где-нибудь в полузащите или в защите решать непосредственно вам. В итоге перерыв, счет комфортный, 2-0. И, если честно, нам нравилось, что у нас все под контролем. Но единственное, что оказалось не под контролем, так это начало второго тайма. Уж очень мне хотелось забить, и вроде как все шло к этому. Но вот в один из таких эпизодов я не рассчитал силы. Вроде мяч был под ногой, я замахнулся и ударил, что есть силу. А защитник в последний момент выставил ногу и выбил мяч. И весь мой замах, естественно, полетел ему в ногу. В итоге мне пришлось уковылять с поля и досматривать матч с пробки. И, как выяснилось позже, то, что казалось сначала сильным ушибом, в итоге оказалось крыльевым переломом длиновидной кости правой стопы. И на ближайший месяц я, к сожалению, вылетаю из состава как игрок. И единственное, что мне остается, это стать так называемым тренером в команде. И если вы меня поддержите в этом, то мы будем продолжать играть. Я буду за главного тренера на данный момент. И как только восстановлюсь, буду пытаться вернуться в команду. Ну и давайте вернемся к игре. Во втором тайме у нас вовсю блистал игр Олейник. Очень много брал игры на себя. И, в принципе, у него все получалось. Было такое ощущение, что команда соперников начала разваливаться. Однако в середине тайма нас немного остудил непонятно залетевший нам в ворота мяч. Я, честно сказать, даже в заметном повторе не до конца тупляю, как он вообще залетел в наши ворота. Но, тем не менее, счет 2-1. И ребята на поле немного охреневали от происходящего. Потому что и я сломался, и лежал где-то на бровке. И Галешник им непонятный только что залетел. Но надо им отдать должное. Ребята собрались. И, благо, случился удачный вынос, после которого Рома Рой вывалился на рандеву с воротарем. К сожалению, после этого на поле начала происходить мясорубка. Ребята начали друг друга бить по ногам. И наши завладились, и команда соперника. И вроде как мы этого все не хотели. Но это футбол, это эмоции. И во всей этой суматохе в одном из моментов мы не долетели за нападающим, который в касание, достаточно красиво, кстати, забивает нам гол. Счет 3-2, он же финальный счет. Матч заканчивается. Мы одерживаем первую и очень важную победу для нашей команды. Спасибо. Спасибо большое. Также хочется сказать огромное спасибо всем тем ребятам, которые пришли посмотреть на этот матч вживую. И если вы сейчас такие думаете, а как это они узнали про то, что будет матч, а просто они подписаны на группу ВКонтакте и на Инстаграм. Потому что именно в этих соцсетях было оповещение о том, что можно прийти посмотреть вживую на нашу команду. Да и, как вы знаете, все голосования тоже проходят именно там, поэтому ссылочки оставляю в описании. Обязательно подписывайтесь и принимайте активное участие в жизни команды. Таблица с активными действиями в атаке на данный момент выглядит вот так. Ну и, в общем-то, пишите ваше мнение в комментариях, кого стоит вызывать на следующую игру, и, может быть, кого стоит просмотреть, потому что есть такие ребята, как Фанда, Бабатумба, Лакер, Денчик. Мы их даже не просматривали еще. Ну а ссылки на всех ребят, кто принимал участие в игре, вы найдете также в описании. Ну и все. Осталось только напомнить про 100 тысяч лайков, которые, если вы набираете, то я приступаю к съемкам следующей серии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на дурацкий колокол, чтобы не пропускать новые видео, которые даже, несмотря на мою травму, будут выходить. Ну а с вами был Гернель Классико. Увидимся совсем скоро. Пока!